Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видео-урок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, ребята! Сегодня урок математики проведу я, Сарыча Светлана Геннадьевна. Математика сложна, но, скажу с почтением, математика нужна всем, без исключения. Тема нашего урока – это устное деление трехзначных чисел методом подбора. Цель нашего урока – познакомиться с приемом устного деления трехзначных чисел методом подбора. Вычислите следующее выражение. В первом выражении нам неизвестен первый множитель. Чтобы узнать, первый множитель нам нужно произведение разделить на известный множитель. Поэтому 600 разделить на 3 равно 200. Во втором выражении нам неизвестен делитель. Чтобы найти неизвестный делитель, нам надо делимое разделить на частное. Поэтому здесь выражение у нас 600 разделить на 200 равно 3. В третьем выражении нам неизвестен делитель. Чтобы найти неизвестный делитель, нам нужно делимое разделить на частное. Поэтому, в примере, здесь 600 разделить на 3 равно 200. Давайте, ребята, вспомним, как мы выполняли деление на двузначное число. 90 разделить на 30 равно 3. Так как 30 умножить на 3 равно 90. Используя эти приемы решения, вычислите следующее выражение. 900 разделить на 300 и 800 разделить на 200. 900 разделить на 300 будет 3. Так как 3 умножить на 300 получается 900. 800 разделить на 200 получится 4. Так как 4 умножить на 200 у нас получается 800. 200 разделить на 300. Ответ у нас 2. Так как 2 умножить на 50 – это 100. Следующее выражение. 800 разделить на 400. Ответ у нас будет 2. Так как 2 умножить на 400 – это у нас 800. А теперь, ребята, третий и четвертый пример решите самостоятельно. Давайте проверим. 600 разделить на 200. Ответ будет 3. Правильно, ребята. 1000 разделить на 500. Разделить на 500. В ответ будет 2. Правильно. А сейчас, ребята, давайте решим задачу. Папа купил билеты в театр на сумму 500 рублей. Цена одного билета 100 рублей. Сколько билетов папа купил? Решение этой задачи запишем в таблицу с такими понятиями, как цена, количество, стоимость. Нам в этой задаче нужно найти количество билетов. Чтобы найти количество билетов, нам нужно стоимость разделить на цену. 500 разделить на 100 равно 5. Ответ – 5 билетов. И ответ – 5 билетов купил папа. А сейчас, ребята, посмотрите на экран. На экране вы увидите весы с чашами. Слева записано выражение, а справа вы должны положить на чашу весов правильный ответ. Читаю первое выражение. 640 разделить на 80 равно… Правильно, ребята, это 8. Следующее выражение. 640 разделить на 60. Ответ – 4. Правильно, ребята, молодцы. Следующее выражение. 600 разделить на 300. Ответ – 2. Правильно, молодцы, ребята. А сейчас, пожалуйста, ребята, вычислите самостоятельно следующее выражение. Проверьте себя. 900 разделить на 300. Ответ – 3. 270 разделить на 90. Ответ – 3. 560 разделить на 80. Ответ – 7. А сейчас, ребята, продолжите, пожалуйста, фразу «Я на уроке познакомился», «Я на уроке научился», «Я на уроке научился», «И мне было на уроке трудно». Если вам на уроке было трудно, изучите еще раз страницу, страница 84 и домашнее задание, ребята. Учебник, страничка 84, номер 2 и 5. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...